Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Йонеси. Я решил сделать короткое видео на тему, что ждать от крипторынка в ближайшее время, потому что уже начинают звучать в разных источниках информации о том, что вот уже как бы дно и можно закупаться, можно идти уже вперед на бычьем тренде, зарабатывать и так далее. Мне кажется, вот судя по графикам, которые я смотрю и которые я собираюсь показать вам, мне кажется, что это фальстарт такой и мне кажется, что мы еще не достигли дна на самом деле. Да, сейчас есть вот локальный как бы бычий тренд, локальное движение вверх, но мне кажется, это все вписывается в рамках коррекции, которая еще будет продолжаться. И вот я выбрал 10 криптовалют, как бы на свое усмотрение, как бы на их примере показать вам, в чем состоит, ну, и прибыльность текущей ситуации, и опасность текущей ситуации на самом деле, потому что, если это еще не дно, знаете, как купите дно и второе дно получите в подарок. То есть может быть еще одно дно и скорее всего, что мне кажется, что оно будет. Давайте мы начнем с биткоина. Вот у меня есть такой график, ну, плюс-минус вот это движение вверх у нас в импульсе. Один, два, три, четыре и пять. Потом мы имеем вот такую коррекцию, я вот и так ее нарисовал. Можно окончание этой коррекции как бы вот поставить вот здесь. Ну, в принципе, я давно эту разметку сделал, сейчас я просто немножко ее обновил, освежил, скажем так. Но я думаю, что вот тут у нас имеется вот коррекция вот в таком виде, то есть есть волна А, есть волна Б и формируется волна С. И мне кажется, мы увидели только, если вот волна С представит себе как зигзаг, то мы увидели только первую, допустим, первый импульс, то есть первую мелкую волну А, потом волна Б, потом еще С мелкая, вот более крупный С. То есть сейчас движение вверх, мне кажется, оно будет ограниченным. Ну, я не знаю, каким уровнем, ну, может быть, 40, 48, может быть, 52, может быть, даже чуть выше. Но мне кажется, потом мы опять пойдем вниз, и мне кажется, что криптозима вот в этом случае еще не закончилась. Просто это как бы локальное вот такое движение вверх, да, можно поймать. Я знаю, что есть трейдеры, которые ловят это движение. Я тоже слежу за более опытными товарищами, скажем так. Но мне кажется, это все потом вернется обратно, то есть мы достигнем определенного уровня и пойдем опять вниз. И мне кажется, вот мы даже пойдем до уровня вот 27 плюс-минус, 27 тысяч плюс-минус по Абекону. То есть да, мы достигли вот этого уровня в 34 тысячи, да. Вот это у нас получается, как бы, коррекция на 50% от предыдущего роста. Но может быть, как я говорил, может быть и коррекция до 61,8, как обычно. Это вот, и как бы вот примерно соразмерно будет чуть-чуть ниже или соразмерно уровню падения вот или окончания волны А. То есть поэтому тут очень аккуратно. Если вы хотите вот это поймать движение вверх, то, как говорится, вперед из песни. Но будете здесь аккуратно и ожидайте в любой момент, что мы можем пойти вниз. И мы увидим дно в 27 тысяч. Некоторые говорят еще ниже. Но по поводу ниже я лично тоже уже так же сомневаюсь, как и насчет того, что мы отсюда прямо-таки пойдем вверх. Мне кажется, коррекция просто здесь не окончена. По эфиру вот у нас такая волновая разметка. Вот импульс. И вот примерно похожая коррекция по биткоину. То есть примерно та же самая картина. Единственное, что вот эта структура вот этой волны, которая вот первая волна в составе вот этой более крупной волны С, она немножко отличается. Видите, тут одна конструкция, здесь другая конструкция. Может быть, тут еще импульс не закончен, но может быть, это не импульс, а зигзаг также. То есть, дамы и господа, если мы здесь достигли вот уровня. Так, какой здесь уровень? 2100, и всем показалось, что это уже как бы дно. Мне кажется, мы можем увидеть дно еще ниже. Вот на уровне 2200 мы сделали 50% от Fibonacci, то есть от предыдущего роста коррекция на уровне 50%. Но мы можем сделать 61,8 и можем дойти до уровня 1700. Поэтому, опять же, аккуратно, если еще ниже, но это уже под вопросом, но отсюда мы можем, вот с текущих, можем поймать еще бычью волну на какое-то время, а потом опять пойти вниз. То есть, здесь реально волновая структура очень похожа с биткоином. По BNB, по BNB, это немножко другая конструкция, как вы можете заметить. Вот тут примерно вот так я себе нарисовал, то есть эту первую восходящую волну вверх. И вот такая коррекция. Здесь волна B не пошла выше окончания первой волны импульсной, как в случае биткоина и эфира. Конструкция здесь первой вот этой нисходящей волны, то есть в рамках волны C. Она тоже отличается, ну, как бы имеет свои уникальные свойства. Сейчас мы можем пойти вверх, здесь можем дойти до 480, 520, не знаю, может быть, 560. Но мне кажется, что криптозима не закончится. Не закончилась, она просто взяла передышку. На этом движении, как я и сказал, кто-то может заработать, но мне кажется, она будет еще продолжаться. И если мы увидели коррекцию тоже примерно на 50% в уровне Fibonacci, на уровне 365,7, то мне кажется, мы можем увидеть это второе дно на уровне 61,8% по Fibonacci, то есть 285 долларов за один токен BNB, один токен Binance. Дальше идем по кардану, вот такая у меня волновая разметка, вот этот импульс. И вот тут волна B как бы пошла далеко вверх за окончанием первой волны. Вот это, и первой импульсной волны крупной. Но тут также после этого мы опустились, и мы даже, знаете, как опустились ниже окончания волны A. Если в предыдущих вот этих трех мы видели, что коррекция не опускалась ниже волны A, вот по битку, по эфирю, их даже не доходили до волны. То по кардану немножко другая ситуация, то есть мы дошли до определенного уровня, мы дошли даже до коррекции 61,8%, мы пошли ниже окончания волны A. То есть здесь может быть по карданам может быть ситуация, когда начинается все-таки восходящий тренд, и как бы второго дна мы не увидим. Конечно, тут сохраняется как бы возможность, тоже ее нельзя исключить, что мы можем пойдем на коррекцию еще ниже до уровня 0,78 по Fibonacci. Это уже будет 0,55. Я вообще смотрю на карданы и удивляюсь, сколько сил и всего вложено в этот проект, и цена токена вот только сейчас, то есть как бы колеблется в районе единицы, и она опускалась ниже до уровня 0,90 центов примерно. То есть здесь мы можем рассматривать как начало уже бычьего тренда, так как то, что мы достигли дна, но понимаете, как бы нужно посмотреть, как это все будет двигаться, вот уже как бы на меньших таймфреймах, я сейчас смотрю дневной по всем, но на меньшие таймфреймах нужно посмотреть, какая конструкция здесь будет формироваться. Далее по Соланову такой интересный график, тоже есть яркий импульс 1, 2, 3, 4, 5, и тоже есть начало коррекции, но если мы это возьмем как коррекцию, то это всего лишь волна A, здесь потом должна быть волна B, должна быть волна C. То есть по Солана, дамы и господа, хоть и цена у него 120, но тут будут качели еще долгое время. Это вообще ситуация отличительна от всего того, что я говорил до сих пор по предыдущим четырем токенам, монетам, понимаете, то есть тут это волна A, я потом буду здесь размечать, но тут волна A, B, потом будет волна C, еще тоже примерно на уровне, не знаю, там 80 примерно, плюс-минус, дамы господа. Дальше идем по полигродоту, вот смотрите, вот я вижу такой импульс здесь, 1, 2, 3, 4, 5, и вот такая же примерно коррекция, как по битку, эфиру. Окончание волны B пошло выше, окончание вот этого самого крупного импульса, заходного импульса вверх. Тут у нас есть как бы первая волна коррекции в рамках C, должна быть вторая, и потом мы пойдем еще ниже. Но тут мы уже достигли уровня 78%, иначе коррекция, то есть даже ниже пошли, то есть у нас был минимум как бы 10 долларов за один до, за один пулька до, да. Но мы можем к этому руму еще вернуться, дамы господа, потому что это еще не окончание коррекции здесь, скорее всего. Далее по унисвапу, вот тоже вот я вот разметил вот так, 1, 2, 3, 4, 5, и тут коррекция. Волна B здесь далеко до окончания вот первого заходного импульса вверх, и волна C уже ниже волны A, и даже мы достигли уровня 78%, то есть опять цена вот токена 9 долларов была, 45%, сейчас это на уровне 12 долларов. То есть мне кажется, вот здесь как примерно и по кардану может начаться уже бычий тренд. То есть с этой точки зрения кардану и унисвапа не очень интересны, просто нужно наблюдать за тем, что будет здесь строиться. Вот по АДе, по кардану вот здесь, что будет строиться, и по унисвапу. Эти две монеты можете как бы взять на карандаш и присмотреться к ним. Так, давайте мы посмотрим Ripple, вот так по важности. Вот есть импульс вверх, я так его разметил, 1, 2, 3, 4, где пятая волна как бы расширенная, удлиненная волна. Как бы 1, 2, 3, 4, это все, 5, это все в составе как бы заходного импульса вверх. Потом была коррекция в А, была коррекция в Б, и сейчас коррекция в С. Закончилась вот эта коррекция в С? Возможно. Здесь, кстати, возможно, что закончилась коррекция в С на уровне 54. Пойдем ли мы ниже, как бы до предыдущего минимума 52? Ну, это под вопросом. Тут уже, как бы, смотрите, есть структура законченности вот этой С. Но тут не нужно исключать, давайте также посмотрим, как здесь. То есть Ripple тоже может оказаться довольно интересным. И давайте последнее посмотрим два коина, как они называют их, щиткоины, то есть Doge и Shiba, Dogecoin. Посмотрите, вот есть импульс по нему, 1, 2, 3, 4, 5, есть волна А, Б, и тоже, мне кажется, что тут закончилась коррекция, дамы и господа, то есть на самом деле щиткоины и щиткоины, но их, ну, эта структура интересная здесь, то есть можно посмотреть, как здесь, что будет показать, вот эта волна вверх, как она будет, и на коррекции, если там окажется что-то импульс, потом будет коррекция, может заходить. Также и по щебе, вот смотрите, какое движение здесь началось. Опять же, нужно посмотреть, что здесь будет строиться. Ну, в принципе, вот эти интересные, давайте еще раз назову. То есть из тех, кто интересно сейчас, это ADA, это Uniswap, это Ripple, Doge и Shiba, да, вот имеем 5 из этих 10, которые я мониторю. И остальные 5, нужно к ним еще присмотреться, Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana и Polkadot, да. А Polkadot тоже нужно присмотреться. То есть вот мы имеем 10 монет, из которых к 5 нужно относиться крайне осторожно к этому росту, который сейчас есть, потому что там еще возможен возврат и продолжение коррекции. А к 5 можно, если все будет показано здесь. Я пока лично вне рынка, но если все будет хорошо показано вот здесь, на этих начальных этапах, то можно к ним присмотреться, как заходить. Вот Uni и Adam, вот здесь. Дамы и господа, на этом у меня все. Надеюсь, вам это было интересно. Пишите ваши комментарии. То есть это такой долгосрочный прогноз. И, как говорится, есть свои моменты прибыльные, есть свои опасные моменты. И будьте бдительны, берегите себя и берегите свои инвестиции. До новых встреч в эфире. Пока-пока.